Попал этот медведь в капкан или слёг от охотничьей пули неизвестно. Сейчас косолапому накладывают повязку на рану. В роли ветеринарных фельдшеров – барнаульские школьники. Сегодня в аграрном университете они попытаются понять, нравится ли им спасать животных. Как накладывать повязку или компресс? Как правильно зашить рану на теле животного? Этому детей учат преподаватели и студенты университета. Они могут увидеть, что такое, какие еще могут быть профессии, и вдруг их что-то заинтересует. Не то, что они уже видели, знают, а узнать что-то новое. И вдруг они захотят поступить именно к нам. Нет вообще идеи. Когда поступать, наверное, буду спрашивать у родителей совета поступить. Наверное, хочу помнить университет барнаульский. Действительно серьезный вопрос – вуз или СПО? Программы среднего профессионального образования короче, зато практики во время учебы гораздо больше. При этом с высшим, где глубже теоретическая подготовка, можно сразу претендовать на руководящую должность. Ну, сейчас, конечно, больше СПО, потому что это причина не в том, что им нравится СПО, а потому что многие не хотят идти с 10-11 класс. И все понимают, многие уже в школе понимают, что им хочется быстрее зарабатывать. С первого курса они уже работают на производстве, а уже студенты 3-4-х выпускных, они уже полноценные работники производства. Поэтому, когда есть практическая часть, то качество подготовки специалистов намного выше. Аграрный университет участвует в федеральном проекте «Билет в будущее» уже второй год. И уже проводил такие пробы по всем направлениям СПО, на которые набирает абитуриентов. Хочется верить, если попробовать профессию на зубок еще в школе и выбрать сознательно, то учиться в вузе или колледже несколько лет не будет в тягость. Хотя сейчас и сроки обучения становятся все короче. Это стало возможным благодаря проекту «Профессионалитет». Уже 70% времени студенты находятся на предприятиях, которые предполагают, они дальше будут трудоустраиваться. Поэтому это дает нам возможность сократить срок обучения до полутора лет. Напомним, «Билет в будущее» – программа, которая помогает школьникам с 6 по 11 класс попробовать себя в работе до того, как перед выбором их поставит в систему образования. Ведь если выбирать профессию, то не лучшую из лучших, а свою. Дарья Ирошина, Дмитрий Денисов. День с толком.